Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. Наш дождик прибыл домой. Сейчас мы его аккуратненько распакуем. Посмотрим, что там внутри. Потом установим. Распаковался. Значит внутри у нас есть какая-то инструкция. У нас есть шланг. Ну, в общем шланг, не знаю, реализированный. Пластмассик в таком силиконе. Полностью, полностью, полностью в силиконе. И у нас есть вот, собственно, то, что накрутится у нас на трубу, которая торчит из стены. И непосредственно сама головка. Прямо пленочка защитная, чтобы не поцарапалась. Ну, вот такая вот. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть положений. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть положений. Ну, такая вот приятная на ощупь. Лёгенькая. Собственно, ничего больше нет. Той штуки, о которой я говорил, которая типа вместо пакли нет. В комплекте, ну, она у меня есть. Поэтому, я думаю, что всё будет хорошо. Всё это очень легко. Вот видите, здесь нарисован ключик. Написано, не нужны никакие инструменты. То есть, всё делается руками. Здесь даже, по-моему, в комплекте бывает такая специальная, я не знаю, как она правильно называется, лента, которая используется вместо пакли. То есть, ей обматывается резьба, закручивается, и всё, у вас не будет никакой течи. Почему? Откуда знаю, потому что уже менял дождик. Вот. В принципе, в Америке во всех апартаментах, во всех гостиницах стоят дождики без шланга. Ну, по крайней мере, везде, где мы были, мы такие встречали. Это просто стоит головка. На первой картинке, вот на этой, стоит головка. На трубе из стены торчит. И вот здесь нарисовано, что её надо отвинтить. Потом навинтить вот эту вот деталь, в которую будет уже вкручиваться шланг. Присоединяем шланг. И к шлангу присоединяем уже непосредственно головку нашего дождика. То есть, всё делается очень просто и быстро. Вот современная пакля, которая спасает от течи. В такой коробочке. Вот такая вот штучка. Оп. Вот так вот она выглядит. Она наматывается на резьбу немножко. Она очень тонкая. Наматывается и всё, и вы закручиваете. И у вас ничего не течёт. Если кто-то делал что-то по дому, я думаю, что в Беларуси такая фигня тоже есть. Ну всё, сейчас пойдём устанавливать всё это. Ну в общем, вот так вот выглядит остаток нашего дождика. Просто шланг. И вот, собственно, вот где-то здесь он у нас потёк. То есть, это не ремонтируемая вещь. Она не разбирается. Она одноразовая. Я попытался разбирать, но здесь ничего не разбирается. Вот. Я просто снял головку, ну чтобы посмотреть. Потому что головка-то работает хорошо. А шланг потёк. Вот такие вот дела. Кстати, можно было попробовать головку отдельно купить. Чуть я не подумал. Ну ладно. Вот. Сейчас я отсюда это вот так вот скручу. И покажу вам, что получилось. Так. Это скручивается не совсем то, что надо. Нам надо открутить полностью вот это вот. Опа. Вот видите намотана эта беленькая пакля. Сейчас я её немножко подмотаю и поставлю дождик. И посмотрим, что получилось. И заворачиваю насадку, где будет держаться краник. И душ куда вешается. Что я обожаю в Америке. Что всё вот это вот, что можно сделать самому. Оно настолько всё просто и продуманно и легко. И как там написано было, я вам показывал, абсолютно не нужны инструменты. То есть, всё делается очень просто и легко. Без всяких инструментов. Помню я в Беларуси краны менял. Да. Это была морока ещё та. Так. Ну, в общем, я накручиваю. Накручиваю и накручиваю. И вот этот вот механизм, он такой как бы на шарике. Подставка, держалка, она вращается. То есть, её устанавливать вот как тебе надо. Сейчас сюда будем вешать шланг. Видите, все прокладочки установлены. Надо просто закрутить и всё. Закрутить усилием руки. Не прилагая никаких не включений и инструментов. В самой ручке, видите, тут не знаю, стоит какой-то... Блин, я не знаю, как его назвать. Диффузор, уплотнитель какой-то. В общем, сплошной дырки нет. Как-то это всё регулируется. А там прокладочка стоит. Работы почти закончены. Всё, сантехнические работы закончены. Тут закручено. Тут закручено. Всё это дело можно вот так вот вставить. Включаем воду. Опа. Это типа режим так называемой паузы. Одно положение. Второе положение. Давайте увеличим напор немножко. Вот так вот. Давайте сначала. Это типа пауза. Одно положение. Второе положение. Стандартный дозвик. И ещё одно. И ещё одно. Ну вот. Такой вот дозвик. Пауза. 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 Ну вот, собственно, и все сантехнические работы. Дождик висит. Вода идет, можно принимать душ. А вы были на канале Наша жизнь в Америке. New Life is my life. И до скорой встречи на просторах Ютуба. Не забывайте подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. До встречи. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...